Вот уже примерил тут, как говорится, копалку. Вот так она расставила ее. Она вроде как расставлена чуть-чуть поближе. Если туда ее поставить, она будет подальше. Ну, не суть. В принципе, тот же самый примерно, но немножко не так. Нету швеллера, который вот здесь вот был швеллежок, потом на него варились уголки. Вон тех болтов, это болты такие, для тяжелой работы, чтобы она не гуляла. Так же же она все на шплинтах. Нету высокой стойки вот здесь, где замок стоял, где ручка. Вот она мне сиденье тут подрала. Они мне две сначала были, потом я одну отрезал. Вот они точки. Сиденье постоянно в них упиралось, прячется туда. Плюс она стала ближе к раме. Там просто втулки стоят. Ну, резинки и втулки внутри. Тяги вуловские, точнее, рычаги с передка. Они такие прочненькие, легенькие. Здесь рычаги чуть развел в стороны. Вот они в полном. В этом самом спинка не упирается. Даже если опереться. Замок простейший. Вот в таком положении. Это когда тяга, вот она стоит вертикально вообще. Толреп тут. Там вынос крепления. Впрочем, как и было сделано у меня на прошлых. Выносной. Его можно закрепить и туда, и сюда, для того, чтобы он становился вертикально. Доворачивая навеску и поднимая хвост. Вот так вот. Вот у меня ограничители. Уварены. Просто куски металла. С одной и с другой стороны. Здесь по-простому. Ограничители сработали. Вот они. И упираются. Что здесь. Что здесь. Вот они уперлись. Не дают навеске опуститься дальше. То есть, рычаги, чтобы не опускались ниже. Вот эта точка. Вот эта точка. И вот эта точка. Чтобы она не пересекала вот эту линию. Вот этот болт. Иначе, если она туда уйдет. И она начнет приподниматься. То рычаги начнут туда уходить. Поэтому ограничители. Вот так вот ограничивают. То есть, навеска. Будет работать только вверх-вниз. Даже если сюда встать. Уже никуда она ниже не опустится. Цепи ставить не буду. Так как там втулки. Плюс эти сайлентблоки. Вход здесь. Вот он. Имеется небольшой. У него достаточно. От упора до упора. Дальше как пойдет. Посмотрим. Шаровые. Спиритка. Переднеприводная. Переднеприводная. Если. Ну, скинуть. Толарип. Навеска на них гуляет. Точнее, вот эта планка. Сюда-туда. То есть, можно отрегулировать. При пахоте будет. Вот этого. Сейчас покажу, как меняется положение. Просто гайку. Сейчас открутить. И. Рычаг на шлицах перекидывать. И вот это будет. Менять положение. Все очень легко и просто. Это с гранатой шлицы. Здесь приварена гаечка снаружи. Проточена и приварена так, чтобы она. Слишком много их. Будем так делать шлицом. Чтобы она туда не убегала. Плюс, эту шайбочку. Прижимает гайка. Все. Туда они дальше уже не бегут. Вот, перекинул сейчас на один шлиц. И уже навеска не доходит до конца. То есть, небольшой подъемчик. Еще сейчас перекидываю на один шлиц. И навеска уже вот так вот. То есть, и меньше на дохода. Еще на один шлиц перекидываю. Еще меньше хода. Все зависит от задачи. Вот так. Наверное, я думаю, угадал. Все. Это уже максималочка. Тяга внизу. Но можно ее перекинуть вот сюда, наверх. И она будет... Не будет доворачивать, а просто будет подниматься, опускаться. Здесь, кстати, вот это расстояние до центра. Вот этих. И вот это расстояние до... Отсюда. Одинаковое. Оно поднимается и опускается одинаково. Ну и, соответственно, когда... Вот опередвиги не делается наверх. Вот это складывается еще сильнее. Толрыпа закручивается. И она еще ближе становится вот так вот. Вот такие дела. А у нас сейчас такой пустился. Водостоки вон. С крыши водосток не попадает. Вода прямиком мимо летит. Такой сильный. Тут вот не справляется. Просто она полный желоб. А ну, 40 метров желоба. Не справляется. Вот оно все бежит сверху. А вот там труба, я уже говорил. О, громохнула. И вот она труба пошла. Вот туда и за это. Там, наверное, вот такое напорище. И куст смыло смородины. Сто процентов. Сейчас здесь положил. Чтоб не вымывало. Вода бежит. Ручьем просто вот так вот бежит. Вот она. И сюда. Мужки, всем привет. В общем, экспериментирую с навеской. Вот. Сделал. Вот они просверлены. Не стал я делать новый рычаг. Этот рычаг идет же и на передок. Вот разворачивал. На тот рычаг сделал тягу. О, она стоит. Вот там цепляется. Все зависит от. Положение. Что там будет висеть. Лопата. Либо еще там что. Либо шайтан машина. И на шлицах перекидывается. И ставится в нужное положение. Короче, на этом покончено. С этим покончено. На передок четко становится. Вот. И решил я проверить, сколько усилия на рычаг приложить. Вот пустая навеска. Я взвесил я сейчас весами. Только вот эти я буду тянуть. Я взвешивал электронные весы. Взвесил вот этот плух. Картофель и копалку. Вот с теми штырями. 19 килограмм ровно. Сама она где-то 800. Там с копейками. Ну, плюс два штыря. 19 килограмм. И навеску на отрыв. То есть, зацепил посерединке. Приподнял так, чтобы рычаг вот так вертикально стал. То есть, на отрыв. Получилось 14 килограмм. Вот. Навески. Ну, плюс. Те. 19. Короче, 33 килограмма. И вот сейчас хочу зацепить. Вот здесь вот. Отсюда. Ну, будем говорить. От края до центра. У меня 70 сантиметров. Ну, плюс-минус. Миллиметр я не считаю. Вот 70 сантиметров вышина. Пустая навеска. На отрыв 14 килограмм. Ну, здесь просто наблюдать удобнее. Электроны не бегают. Бегают, пока она не зафиксируется. Чтобы остановилась. Короче, неудобняк. Буду верить вот этим. Какая разница. Примерно хоть и знаете. Вот, цепляюсь. И вот рычаг вертикально ставлю. Как вот там было. Усилие надо приложить. 4 килограмма на край. Чтобы поднять 14. Сейчас навешу плуг. И попробую потянуть. Сколько с плугом. Ну, плуг переверну. Так, чтобы он в землю не втыкался. Вот так нацепил плуг. Вверх ногами. Чуть не достает. Вот здесь она раскрыта в упор. Будем говорить. Тяги стоят на самое крайнее положение. Ну, то есть самое тяжелое. Чем ближе к сюда косить, тем легче поднимать. Вот. И самое тяжелое. Это доворот. В самый низ. Телл Рэп стоит. Чем выше, тем легче. Ну, и соответственно, тогда нету доворота. Вот этой планки. Вот так полного. Она просто поднимается и опускается. А здесь с доворотом и на самый край. Так сказать, самое тяжелое положение. Вот. И сейчас проверяем. Также до того состояния. Вот рычаг вертикально. Будет вертикально. 14 килограмм. Надо приложить усилия. Чтоб поднять 33 килограмма. Вот. Как-то так. Ну, так на руку. Я вам скажу. А чем дальше, тем еще сильнее. Чем дальше, тем тяжелее. Пробуем завести вот хотя бы до сиденья. Вот. До сиденья, мужики. 16 килограмм. Потому что начинает доворачивать. Вот таким вот образом. То есть, складывать сюда. К сидухе. Тяжеловато. Я вам скажу. Но выход есть. В общем, добавляю. Мужики, вот такую вот пружину. Висела на мне на стенке. На Рауда 3. Нашел на металлоприемке. Кто-то сдал. Вот. Буду ее добавлять. И как поменяется. Усилие. Ставится она очень легко и просто. Вот. Здесь уже вварена специальная гайка. За которую цепляться будет. А здесь цепляться будет вот здесь. За эту трубку. Давайте сейчас. Прямо так и поставим. Ставится вот таким вот образом. И смотрим, насколько теперь поменяется усилие вот здесь. Она тянется хорошо. Мягкая. Но при этом очень даже помогает. Это трубки. Через них проходит вал. Почему с той стороны пружина? Чтобы разгрузить вот эту тяму. То есть. Вот этот вал. Разгрузить нагрузку. Снять с нее. Вся нагрузка идет где-то вот здесь. Если сломается, то сломается вот здесь. Хотя. Старые навески вообще ни разу не ломалось. Видите, как распределяется нагрузка. Вот я сейчас рукой подвину. Вот этот талл реп. Сейчас на ногу попробую придержать. Как-то. Как-то не знаю как. Вот так. А вот этот талл реп. Видите. Я вот ногу держу. Здесь талл репчик. Будем сказать нагруженный. Ну как нагруженный. Двигается. А этот. Болтается. Потому что помогает пружина. Соответственно вот это. Сейчас минимальную нагрузку несет. Сторона. Минимальную. Вот здесь побольше. Вот. Как-то так. Вот в этом положении. Он даже сейчас уперся в верхнюю часть. Не вниз. А вверх. То есть снял нагрузку отсюда. Так. И сейчас. Цепляемся. Проверяем. Вертикальненько. Два килограмма с половиной. По нулям хоть. По нулям. Вертикальненько. Два с половиной. Чуть дальше. Пять. Было шестнадцать. Очень прикольно. В речах очень легкий. Ну как легкий. Вот мизинец. Вот так. Чтобы показать. Застегивает. Очень легкий. Беженький стол. Подъем. Сейчас перекину тягу наверх. Она не будет доворачивать. А будет поднимать. Еще будет легче. Так. Ну и сколько же надо усилия приложить на рычах. Чтобы вот когда тягу только перекинул наверх. Без доворота вот этой штуки. Так. Здесь у нас по нулям. Механически. Ну примерно. Точности тут никакой. Вот сейчас рычаг вертикально ставим. Смотрим. Тридцать три килограмма на хвосте. Здесь. Можно сказать вертикально. Полтора килограмма усилия. Тяну дальше. Здесь было без пружины. И на низу была тяга. Шестнадцать. Сейчас два с половиной килограмма. Во. Во как. Видали? Не знаю. Ногтем наверное можно. Да? Двигать. Ненавеску. Вот еще не все настройки. Я вам показываю. Все. Даже можно сделать вот так. Ну-ка и фарики. Согласитесь. И всего лишь на все. Перекинул тягу снизу наверх. Управление. Тридцатью. Тремя килограммами. Стало. Вообще на легчайшее. Так. Дальше. Так. Ну дальше. Вот сейчас скину этот плуг. Пружина стоит здесь. Да? Навеска сейчас адекватно. А вообще работать как бы не будет. Видно. Да? Ее. Она возвращает. Поэтому. У меня тут предусмотрено. Еще вариантик. Установки. Я вот сюда пружины. Сейчас перещелкну. Вот сюда она становится. Это рычаги с Волги. По-моему, что уже мне задавали. Сто тысяч пятьдесят раз вопросом. Передок Волга. Одни из левых, правых. Не знаю. Там наборные. Также и вот та штука тоже. Спередка с Волги. Все. Смотрим. Всего-навсего. Оттуда скинул туда пружину. Все. Навеска стала работать мягенько. Так же, как и сейчас вот висела на нем, грубо говоря, двадцатка. Ставится в любом положении, где мне нужно. Если что-то легенькое вешать, пружина будет ставиться сюда. Ну, там может какие-то там. Мало ли там какой-нибудь лужочек, окучник. Это вообще тяжелое, окучники не полегче. Вот. Сколько здесь. Ну, примерно столько же, сколько и там, когда она стояла в другом месте. Ну, так же где-то килограммчик, полтора. Усилия. Все регулировки и настройки у меня завязаны на этом рычаге, друзья. Вот все на нем. Вот все практически. Это вот максимальное поднятие, да, в максимальном поднятом состоянии. Вот низа планки до пола 61 сантиметр. В максимально опущенном состоянии. Но это при закрученных толрепах, друзья. При закрученных толрепах. Сейчас они чуть отпущены. Но, тем не менее, хода, хода всего, без разницы. Закрученные, не открученные. Хода у меня составляет 35 сантиметров. Вот, на краю и здесь 35 сантиметров. Я думаю, достаточно. И чтобы вот этот ход уменьшить, мало ли, высоко мне не надо поднимать. Рычаг у меня на шлицах. У меня, у меня, можно будет навесить сюда. Друзья, мотоблок, сайтап, машину наперед, да, знаете. Ставлю я. Вот. Но тогда нужно будет эту пружину, друзья, снять. Эту пружину снять и поставить. Вот такую пружину. Они абсолютно по длине одинаковые. Вот. По длине они одинаковые. Только одна жестче, другая мягче. Так же она становится. Только не сюда, а вот сюда. Пробовал я опустить ее своим весом. Но одному неудобно. Сейчас поставлю, покажу. Ну так вот, она установилась. Сюда же. Рычаг там отстегнул. Я где-то 83 килограмма. Вот. Полностью разложились эти рычаги. Вот упор и уперлась. Мотоблок весит 95 килограмм. То есть, легко будет его поднимать. Очень легко. При этом, она помогает разгрузить вот этот, вот этот узел, вот досюда. Ну и, о. Я тут вообще себя одним пальцем поднимаю, можно сказать. Ну и с руки. При помощи вот этой пружины. Главное не спрыгнуть резко. Вот такие вот настройки, регулировки, друзья. Ну, можно рычаг поменять. Зачем так высоко? И он будет защелкиваться. Вот так, вот. Вот. Когда будет навешан мотоблок, друзья, даже если нажать, ничего не произойдет. Рычаг нужно, наоборот, усилия приложить, чтобы его поднять вверх. При этом пружина чуть-чуть поднатянулась. Вот. Также можно еще его. Чуть-чуть нажать и перетянуть. Ну, это все будет зависеть от того, что у меня будет висеть. Сам защелкивается от нагрузки. Что будет у меня здесь висеть? Либо шайтан машина, либо мотоблок. Вот. Все очень легко и просто. Очень помогает вот этот узел. Регулировать все вот эти положения. То есть, в защелкнутом положении, когда рычаг опухен, она здесь не под напряжением стоит. И просто отщелкнуть ее оттуда, чтобы она соскочила. И, соответственно, снять. Так, а сколько же без пружин на отрыв? Короче, друзья, вот этот до 50 килограмм. Попробуем зафиксировать. Без пружин. Капец, надо упереться. Так, колеса оторвались. 42 килограмма. Да. Хорошечно. 42 кг. На отрыв. Ну и, напоследок, мужики, все-таки нацепил мотоблок на навеску. Помните, мы его взвешивали как-то в одном из видосов. На колесах он 85 килограмм. С фрезами 95 килограмм. Посмотрим, сколько нужно приложить усилия на рычаг, чтобы его поднять. Плюс еще навеска. 14 килограмм на отрыв. Грубо говоря, 100 килограмм. Зацеплю. И немножечко дам на отрыв. Колеса поднялись. Ну, 13 килограмм, грубо говоря. Еще разок. Да, 13 килограмм усилия, чтобы поднять 100 килограмм. Ну, таким вот образом разгрузил вот эту сторону. Две пружины. Мотоблок. И рычагом, пожалуйста, спокойно он поднимается, опускается. И защелкивается. Вот, как-то так. Но это слишком большой ход, высокий. Мне так не надо поднимать. У меня даже рука не достает. До сюда будут фрезы, они еще меньше. Тут же 35 сантиметров хода. Не забываем. Поэтому, что мы делаем? Правильно. Перекидываем рычаг по шлицам. Там фрезы, когда зароются, выставить тот нужный момент, чтобы их выдернуть из земли. И рычаг будет еще легче. Вот. Защелкиваться. Это даже высоко. Будем так говорить. Толорыпы можно выкрутить еще больше. Рычаг опустится еще меньше. Ниже. А фрезы будут зарываться еще глубже. Даже может придется его поддавливать. Либо снять. Вот эту пружину. Вот так вот компактненько все получается. То есть, практически она задвинулась туда. И снизу будет стоять шар под прицепное. Вот. Как-то так. Все это компактно. Не очень удобно. Теперь можно ее не снимать. Стало она легче в два раза. Навеска. Сама навеска. Полностью. Вот. Как-то так. Все по-простому. Как говорится. Из говна и палок. Но. Так как мне нравится. Треугольник делать не стал. Не захотел. Все есть. Металл есть. Ну, что-то. Был треугольник. Думаю, попробую вот так еще. Здесь просверлено, чтобы удерживать либо плуг, рамку для плуга, либо шайтан-машину. Там еще ж тяга одна ставится. Вот как-то так. На этом, пожалуй, все. С доработками. Мне очень нравится. Ну, такие дела. Единственное, вот при полностью закрученных товарейпах, друзья, пружину уже сюда не поставить. Продолжение следует.